По данным опроса ТАСС, только 31% российских подростков полностью доверяют своим родителям. Проблема отцов и детей всегда была актуальна. Эта ситуация встречается во многих семьях страны. Отсутствие понимания – социологический феномен, при котором культурные ценности младшего поколения сильно разнятся с ценностями старшего. На этом фоне между родителями и детьми часто случаются конфликты. Достаточно часто подростки, перенимая опыт своей семьи, стремятся освободиться от давления взрослых, думая, что свою жизнь они устроят по-другому. Понятно, что дети взрослеют, часто родители этого не чувствуют, часто родители находятся в некой психической инерции, восприятие ребенка как беспомощного, потому что они видели, каким этот ребенок был беспомощным, и вот этот психический след остается. Например, говорят же, мы всегда для своих детей, для своих матерей маленькие дети. Но вот этот психический след, эта психоинерция, это определенно, так сказать, когда мать застревает и видит в своем ребенке только ребенка. Это одна из мощнейших проблем. Многие родители считают, что уважения и послушания со стороны детей более чем достаточно. Они не желают выстраивать дружеское отношение со своим чадом, чтобы не рисковать потерей собственного авторитета. Степень откровенности детей в общении со старшим напрямую зависит от умения взрослых сформировать доверительную атмосферу дома. На основе дружеских отношений легче устанавливать правила и возможные ограничения. Проблема в том, что старшее поколение зачастую не старается выстроить со своим чадом хорошие отношения. Сами родители порой не стали друзьями своих детей, а самая главная задача и великое счастье между родителями и детьми – это стать друзьями. Это значит, что чувствует каждый, а для этого нужен баланс. Если вы хотите подружиться и дружить со своим ребенком, вы должны иметь равновесие. Родитель должен доверять свои чувства и размышления, и ребенок должен доверять свои чувства и размышления. К сожалению, по статистике, часто дети начинают доверять свои чувства и размышления, а родители на это не способны. И ребенок это чувствует и через некоторое время перестает доверять им. В принципе, это нормальная статистическая ситуация для России. Я думаю, что это очень грустно, потому что родители — это первые люди, с кем мы встречаемся в этом мире, и, в принципе, они нас любят всю жизнь просто за то, что мы есть. И если нет такого близкого человека, которому ты можешь прям всегда довериться, мне кажется, это очень тяжело. Ну, да, такое встречается, допустим, у моих подруг очень многих плохие отношения с родителями, но я считаю, что родители не выбирают, и как бы все равно можно найти какие-то компромиссы и как-то наладить отношения. Я отношусь к этому, конечно же, грустно. Хочется как-то помочь, поддержать, но я понимаю, что не каждый родитель тоже может выслушать правильно, правильно дать себе совету своему ребенку. И это, наверное, работа, общая работа над собой, общая работа над семейными отношениями. Выстраивать коммуникацию со своим ребенком — это самое важное, это задача, цель любого родителя. Если ты ее не умеешь выстраивать, если у вас есть какие-то барьеры, непонимания, то ни к чему хорошему точно не приведет, а уже когда будете становиться старше, то пути будут расходиться. Хотя так не должно быть никогда. В основном я привыкла не делиться секретами со своими родителями, потому что у меня с ними достаточно сложные отношения, и мне легче все-таки поделиться с близкими людьми, с друзьями, с моим молодым человеком, потому что я не совсем доверяю своим родителям. Родители, желающие в полной мере контролировать своих детей, начинают отслеживать их поведение и поступки, круг общения и интересов, мысли и чувства. Систематический надзор подразумевает разделение сфер жизнедеятельности, находящихся под управлением родителей и области самостоятельности и ответственности самого ребенка. Чрезмерный контроль разрушает личность ребенка, подавляет в нем инициативность. В результате он может превратиться в безвольного человека, не способного к принятию любых самостоятельных решений, начиная с выбора вкуса йогурта, заканчивая определением дальнейшего жизненного пути. Из таких людей в будущем могут вырасти наркоманы или алкоголики, потому что психика уже взрослого человека не просто ищет компенсации, она ее требует. Конечно же, это связано с высоким уровнем тревожности таких родителей. И эту тревожность они каким-то образом снимают, уменьшают с помощью некой предсказуемости того мира, в котором они находятся, так, чтобы не было непредсказуемых, неприятных каких-то событий. Не только с детьми вообще. Очень часто такие родители имеют контроль не только по отношению к детям, но и к другим людям, близким и вообще. Это свойство распространяется на многих. Причин там множество. Можно сказать, это определенная проблема самих родителей. Возможно, это связано с их детством. Это некая проекция проблем самих родителей. В итоге из загнанного ребенка вырастет человек с нестабильным психическим здоровьем и плохим отношением с родителями, которые вовремя не услышали своего ребенка и не попытались наладить контакт. Если ребенок глубоко осознает, что он способен самостоятельно проявлять себя как личность, иметь способность решать многие проблемы, а личность – это субъект самоправления, это личность, это когда существует ответственность человека. Если ребенок понимает, что он уже справляется, он должен каким-то образом обосновать это, убедить в этом родителей на примере своего поведения, тогда, возможно, такое поведение исчезнет со стороны родителей. Для создания экологической обстановки в семье эксперты советуют выстроить доверие и сохранить дружескую обстановку, которая укрепит отношения между родителями и детьми. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.